итак начались соревнования по прыжкам высоту мальчики старшая возрастная группа до 18 лет это ребята 2006 седьмой год рождения вот эти спортсмены но в секторе для прыжков высоту на этих соревнованиях у нас участвуют также и юниоры Данил по лежанке вчера Данил прыгнул 177 сантиметров в городе Тюмени сейчас как-то не уверенно прыгнул 165 сантиметров Дмитрий Подороев прыгнул высоту так точно 165 до 165 сантиметров Александр Максимов так спрашивает какая высота раз табло не видно я буду писать высоту прямо в комментариях 170 сантиметров устанавливаются не владею владеешь ты какую-то ссылочку скинул что за ссылка напиши пожалуйста в комментариях так киселек кирилл ребята это эльбийский спортсмен сейчас кирилл поступил в город Екатеринбург и тренируется в городе Перезовский у Николая Викторовича Колпакова личный рекорд у кирилла два метра кирилл обычно прыгает с левой ноги но видимо что-то там нога заболела сегодня он прыгает с правой ноги посмотрим как кирилл это сделает какой результат вернее покажет он первый раз прыгает с правой ноги он видел наколеник у него прям на колени поправляют его эта травма произошла но это самые такие больные моменты опасные упрыгнув высоту это колени ахилл надкосница в основном болит но и спина бывают вот Владимир Владимирович в комментариях написал онлайн протоколы если кому интересно можете там также следить кто конкретно прыгает на каких высотах итак Полежанкин Данил город Эрбит опять также справляется с высотой задевает ее перепрыгивает доброе дело сделать это ставить высоты пацана забрали у меня колодки убирать просто ставить высоты ребят попросили меня помочь то есть я могу за ленточку зайти вот до этого него как тренер сейчас уже официально как судья могу с вас зайти и вот здесь вот ставить высоты ну что поможем? поможем и попытки все помогу итак продолжаем соревнования вот Александр Максимов слушайте отсюда наверное с этого ракурса даже вам удобнее и интереснее смотреть да напишите в комментариях как вам ракурс лучше или мне вернуться на свое место а просто ходить и вот идем к цифрике и переключать на табло итак вторая попытка высота 170 сантиметров Иван Серебряков в городе Екатеринбург да хороший вариант у меня вот табло не хватает вербите такое бы хотел планирую сделать новое у меня самодельное вербите есть а вот новое не знаю получится или нет успею я до апреля у меня просто много идей что нужно сделать ну что Дима не справляется с высотой 170 сантиметров третья попытка Дима ягодицей поднимай вверх себе туда итак третья попытка давай Дима к сожалению не смог справиться с этой высотой рекорд у Димы 175 сантиметров к сожалению прыгнул на 10 сантиметров ниже своего личного рекорда вот так вот бывает на соревнованиях вы понимаете вторая неудача вот вторая у Дмитрия вот вчера в Тюмени не совсем хорошо выступил сегодня в Екатеринбурге а все равно спортсмен не сдается все равно спортсмен едет на соревнования я уверен что он придет на следующую тренировку и будет тренироваться меня сюда поставили попросили поднимать циферки эти так Кирилл Киселев город Березовский представляет этот спортсмен не преодолел высоту Николай Викторович я вам говорил да тренирует этого спортсмена сейчас а тренировался в Вербите у Валентины Викторовны Лоозе это наш вербитский тренер Валентина Викторовна у нас тренер профессионал она вообще тренирует спортсменов легкоатлетов разных видов вот если допустим я вот ударился заболел только высотой то Валентина Викторовна у нас тренирует и барьеристов и многоборцев толкателей ядра ребята прыгают тройным в длину метает копье в общем они там делают все все делают становятся победителями призерами областных соревнований и так судьи поднимают высоту на следующую отметку а нет поправили планку планку поправили продолжается первая попытка на высоте 170 сантиметров Полежанкин Данил Данил сразу же туда туда конечно Максимов Александр сказал что на этих соревнованиях прыгнет минимум 175 сантиметров близко-близко подошел спортсмен к планке надо отнести Саша отнеси назад стопу итак вторая попытка Кирилл Киселев я бы что-то думал что он юниор нет Кирилл 2006 года рождения несмотря на его небритость он кажется старше а он 2006 года этот спортсмен Данил Полежанкин 175 сантиметров и ну блин да как пятками ты зачем пятками ты ее задел я не знаю она сама как сама сама говорит я не понял планка сама пятка ударилась или пятка а планку так ну что Саша Максимов в своей жизни два раза он преодолевал высоту 175 сантиметров а вот я вам говорил про правила да за проекцию планки заступил все попытка является неудачной так третья попытка Данил Полежанкин сбора теребит давайте Данила поддержим ребята сердечками сердечками поддерживаем Данила шестой номер у этого спортсмена да е-мое 170 сантиметров Данил закончил соревнование но тяжело тяжело выступать два дня подряд тем более оба дня нужно быть находиться в дороге вчера 170 километров с ребятами проехали сегодня 200 километров проехали ну закончили с результатом 170 сантиметров но Сашка вчера так прыгнул и сегодня так прыгнул вчера так прыгнул и сегодня так же прыгнул ну стабильность залопа спектра сейчас в следующий раз прыгну что в следующий раз оптимист сейчас не прыгнул говорит потом прыгну так сто восемьдесят сантиметров устанавливается планка первая попытка была не сильно тресная и в в в в в в в в Иван Серебряков, город Екатеринбург, и вот Иван тренируется именно в этом манеже, именно здесь тренирует Ивана Руслана Михайловича Килинкаров, и это также спортсмен Руслана Михайловича. Вот ребята, тройка призеров этих соревнований этой возрастной группы преодолели высоту 180 сантиметров. А вот Максим тренируется в спортивном комплексе «Луч», это у нас уже юниор. Спортсмен, по-моему, 2002 года, даже молодежь. Два метра этот спортсмен точно прыгал, выше прыгал, нет, я пока не знаю. Итак, третья попытка. Два спортсмена с «Уралмаша» преодолели высоту, его спортсмен из города Березовский Кирилл Киселев. Справляется с высотой 180 сантиметров. Устанавливается на табло, устанавливается в секторе с судьями. Первая попытка. Первая попытка на высоте 185 сантиметров. Иван Серебряков, хозяин этого зала. Здесь тренируется, здесь прыгает, ну и сегодня здесь соревнуется. Что-то он решил отйти в сторону. Что там? Камеру парень снимает, тоже его вонит. А, вот Кирилл прыгает, оказался. Перепутал немножко. Не заметил. Так, Иван Серебряков. Ну, как опасно, она приземляется на край мата. Такое ощущение, что перелетит мат за пределы и упадет прямо вот сюда, вот на песок. А это яма с песком. Здесь прыгают в длину с разбега. Вот это место отталкивания. И, как правило, спортсмены разбегаются вон оттуда, вот где флаг Российской Федерации. Ну, прыжки в длину проходили вчера. А вчера мы были в городе Тюмень. Участвовали в матче-встрече городов Сибири и Урала. Выступили очень хорошо. Особенно ребята средневозрастной группы порадовали своими результатами. Козырев Ярослав, спортсмен 2003 года рождения. Тоже прыгает вне конкурса. Рекорд выше двух метров. С легкостью справляются со своей начальной высотой. Максим. Ребят, очень сложно выговариваться у этого спортсмена фамилия. Поэтому я буду представлять вам просто по имени. С Екатеринбурга тренируется в Луче. В детстве тренировался у Владимира Петровича Черноножкина. Очень хороший тренер. А сейчас тоже тренируется у Александра Сергеевича Хрулика. Он сидит, подсказывает спортсмену. А вот смотрите, о чем я вам говорил. Очень опасно спортсмен приземляется. И поэтому студии готовят более такое безопасное место, чтобы спортсмен на разбеге и во время прыжка чувствовал себя уверенно. Давайте посмотрим, куда спортсмен приземлится. Я сейчас с другого ракурса попробую вам показать. Вторую попытку на высоте 185 сантиметров. Иван Серебряков. Смотрите, опять я перепутал. Кирилл Киселев разбегается. Кирилл Киселев. Личный рекорд у Кирилла 2 метра. Ну а почему Кирилл не может преодолеть эту высоту? Потому что я еще раз говорю, у Кирилла болит левое колено. Перемотано. Поэтому Кирилл на этих соревнованиях решил попрыгать с правой ноги. Хороший вариант. Как говорится, устала левая, работай правой. Знаете, да, такую фразу? Или устала правая, работай левой. В принципе, без разницы. Опа! Ваня берет высоту 180 сантиметров. Выходит в лидеры в этой возрастной группе. Их осталось трое. Улад Бубнов, друг Ивана по команде, тоже хозяин этих тренований. Да, видели, с каким хорошим запасом спортсмен вылетел над планкой, но, к сожалению, не смог справиться. Да не жопать, ты вот эти высоти делал. Нет. Ты перелетел вот так вот высота была. Максим справляется с высотой 185 сантиметров. Уверена. Максим является кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике. Итак, третья попытка. Ребят, болею за Кирилла. Вот за этого. Кирилл у нас является выпускником нашей детской и юношеской спортивной школы города Ербита. Закончил школу с нормативом кандидат мастера спорта. С рекордом 2 метра. Но, к сожалению, эти соревнования Кирилл закончил. Но, в любом случае, попал в призы на этих соревнованиях. Поднимется на пьедестал подсчета. С чем мы Кирилла, конечно, поздравляем. Ну и очень хороший результат. Прыгнул 180 сантиметров. Не со своей ноги. Прыгнул он с правой. Итак. Бубнов. Владислав. Но немножко не хватило спортсмену. Преодолеть высоту 185 сантиметров. Паланка поднимается на отметку 190 сантиметров. Паланка поднимается на отметку 190 сантиметров. Опасное приземление на крае мата. Вот, если честно, сам уже начал переживать за этого спортсмена. Вот судья делает, видимо, какие-то замечания. Замечания делает. Потому что судья тоже ответственный за технику безопасности в секторе. И скажу так, что если спортсмен опасно прыгает в секторе, судья может его отстранить от участия. Ярослав Козырев уверенно берется хорошим уверенным запасом. Высоту 190 сантиметров. Ну что же нам покажет Максим Бартудинов. Как-то так фамилия этого спортсмена. Вторая попытка на высоте 190 сантиметров. Серебряков Иван. Один участник в своей возрастной группе. Остальные спортсмены прыгают вне конкурса. Не совсем доволен спортсмен своим прыжком. Хочет выше. Я думаю, почему Николай Викторович с ним разговаривает? Я думал, он ему замечания делает. А получилось так, что это спортсмен. Он сейчас к вам в Березовский перешел? Да, Лиза? Да. В Березовский перешел? Лиза он там приезжает, просто тренироваться там два раза в неделю. А, ездит, да? Вот получается как. Серебряков Таиван тренировался здесь у Рислава Михайловича Килинкарова. А вот Максим берет высоту 190 сантиметров. А сейчас решил у Николая Викторовича в Березовском потренироваться. А почему ребята тренируются в Березовском? Потому что этот город находится рядом с Екатеринбургом. Ну, буквально вот Екатеринбург закончился и начинается город Березовский. Но в любом случае добираться на общественном транспорте до Березовского часа полтора, я думаю, из центра города. Так, Иван Березовский, Серебряков. Эмоции. Итак, планка поднимается на отметку 195 сантиметров. Так, ну что, Иван Серебряков становится победителем первенства области в возрастной группе. Ярослав Козырев. 2003 года рождения этот спортсмен. Продолжает брать высоты с огромным запасом. Хорошие прыжки у этого спортсмена. Максим. Город Екатеринбург. У Максима есть еще две попытки, чтобы преодолеть высоту 195 сантиметров. А вот Ярослав Козырев тренируется в Березовском. Валерий Иванович тренирует этого спортсмена. Я помню, Ярослав с самых юных лет ходит на отделение лёгкой атлетики в Березовском. И вот я помню, он постоянно приезжал в Вербит. Занимал у нас призовые места. Но какое-то время Ярослав не ходил на тренировки. Ребята, ну я его года два, наверное, не видел. И вот он появился буквально недавно. Ребята, и этот спортсмен вырос, я не знаю, сантиметров на 20, наверное. Прыжки у него просто поперли. Ярослав Козырев выполнил норматив кандидата в мастера спорта. А вот этот Максим, спортсмен 2002 года рождения, по-моему. Возможно, я ошибаюсь, ребят. Оба эти спортсмены прыгают вне конкурса. Соревнования продолжаются. Победитель определён. Вот, ребята, в качестве тренировки, чтобы потренироваться в соревновательной обстановке. Я вам вчера говорил на прямом эфире, что это необходимо. Необходим соревновательный опыт для того, чтобы справиться с волнением на соревнованиях. Чем больше соревнований, тем быстрее ты к ним привыкаешь. Соответственно, в дальнейшем тебе становится легче. Даже вот, несмотря на то, что ребята уже в старшей возрастной группе, юниоры, им всё равно необходимо большое количество участия на соревнованиях. Ах, ну подлетел-то хорошо, а? Планочку сверху зацепил. Максим. Два метра. Высота два метра. Итак, восстанавливается. Высота два метра ровно. Чуть ли три метра не поставил. Так, а как два-то устанавливает? Итак, два метра. Один участник. Высота стоит на уровне кандидата в мастера спорта. Это уже. А, даже 2.01. 2.01. 2.01. Попросил спортсмен. Попросил спортсмен. Ярик, какой рекорд у тебя? В получении 2.5. 2.05. 2.6. 2.06. 2.06. Так, высота 2.06. Ну, вы уже, наверное, догадались, если слышали то, о чем сказал сейчас Ярик. Рекорд его личный. 2 метра 5 сантиметров. Сейчас идет на установление рекорда. Так, сейчас я даже напишу 2.06. Дается время отдохнуть спортсмену, потому что он остался один. И, ребята, я вам скажу так, что хоть и бегут спортсмены буквально 6-8 шагов до планки, в отличие от бегунов, да? А устают-то они несколько, не меньше. Вот такую высоту, которая выше моего роста. Не знаю отсюда видно или нет. Вот она действительно выше моего роста. Нужно преодолеть. Кстати, Ярослав тоже примерно ростом 195 сантиметров. Плюс-минус, может, сантиметра два. Вот так вот на вид. Сейчас планка установлена на высоте 2.06. Это выше, ну, грубо сказать, так на один сантиметр. Есть такая поговорка, выше головы не прыгнешь. Ну, Ярослав уже сегодня прыгнул выше своей головы, преодолев высоту 2 метра 1 сантиметр. Получится, нет у него преодолеть высоту 2.06. Мы узнаем. У Ярослава осталось еще две попытки. Какие правила соревнований. Сейчас он советуется с тренером. Тренер подсказывает, какие ошибки совершил спортсмен. Многие подумают, да какие ошибки, что-то разбежался, допрыгнул. Ребята, скажу так, что прыжки в высоту, это очень сложный технический вид легкой атлетики. Очень сложный. Есть свои какие-то определенные моменты в разбеге. Вы видели, да, что сначала спортсмены бегут по прямой, потом они бегут по дуге. Также есть какие-то технические моменты, как правильно бежать по дуге. Подталкивание, в полете, приземление. Ярослава рассказал про основные фазы прыжка. И в каждой фазе спортсмен может допустить ошибки. Вот если даже в расталкивании, на начале разбега, разбега что-то пошло не так, не получится прыгнуть высоко. А как спортсмен со стороны посмотрит? Какие ошибки он совершает во время прыжка? Никак. Для этого и нужен тренер на соревнованиях, чтобы смотреть и подсказывать. Ну вот какие-то тренера смотрят и подсказывают, а вот такие вот, как я, редко подходят и подсказывают ученикам. Знаете почему? Потому что, когда едешь на хорошее соревнование, ну как хорошее, тоже хорошее соревнование. Такие, как первенство России, тренеров не подпускают даже к сектору. И уже спортсмен должен сам бороться как-то, без подсказок. А если он привыкнет к подсказкам тренера, соответственно, он не сможет показать самостоятельно свой лучший результат. Так что я вот для себя решил, с детства пускай тренируется, тренируется, участвовать самостоятельно. Валерий Иванович что-то объясняет. Не знаю, по жестам урок могу сказать, что он что-то говорит про переход, про переход. Что-то не то на переходе. Именно в полете, именно в этой фазе прыжка. Руслан Михайлович что-то тоже говорит про технику прыжка. Да, тренера все любят обсуждать, кто как прыгает. И потом тренера советуются между собой, подсказывают, кто видит со своей стороны технику спортсмена. Так, ну что, ребята, идет попытка. Ярослаб потом, ярко в такой майке сидит, ждет. А вот, ребят, по кругу идет бег на 200 метров. Девочки бегут, смотрите, на какой скорости, на огромной. Проходит вираж. Финиш 200 метров. В этом манеже это один круг. Стандартный манеж, легкоатлетический. Круг 200 метров. Конечно, в России есть много нестандартных манежей. Есть манежи. Круг 150 метров. Но я слышал, что в Тагиле такой манеж есть, в Нижнем Тагиле. Правда, я ни разу там не был, только слышал про него. Итак, третья попытка. Ах, немножко Ярославу не хватило. Немножко Ярослава не хватило. Ну что, друзья, на этом соревнования по легкой атлетике, вернее, по прыжкам в высоту. Подошли к концу. Девочки отпрыгали, мальчики отпрыгали. Кто-то показал свои лучшие результаты, кто-то нет. Но спорт есть спорт. Кто-то сегодня победитель, кто-то завтра победитель. Поэтому руки опускать не надо. Дальше тренироваться, тренироваться. Ну, а вас, дорогие подписчики, дорогие зрители, Если вам понравился эфир, поделитесь со своими друзьями. У себя на страничке можете поделиться, можете отправить этот эфир своим друзьям. До встречи!